Помощь пенсионерам. Отряды тимуровцев копают огороды, готовят обеды и убирают в домах. Праздник Победы. Армавирская молодежь готовит целую серию ярких мероприятий. О секретах лидерства студентам рассказал известный тележурналист и медиатренер. Здравствуйте! В эфире новости на телеканале РЕН-ТВ Армавир. В студии Ирина Рухлядко. 9 мая страны бывшего СССР отметят годовщину окончания Великой Отечественной войны. Самый главный праздник для россиян в Армавире пройдет с особым размахом. В отделе по делам молодежи полным ходом идет подготовка целой серии мероприятий к 70-летию Победы над фашизмом, рассказывает Инна Лепеткина. Первой ступенью празднования Дня Победы стала акция «Георгиевская ленточка», стартовавшая 22 апреля. Черно-оранжевую ленту, символизирующую доблесть и мужество, дым и пламя, сможет получить любой желающий до 9 мая включительно. В этом году отдел по делам молодежи организует поездку в республику Адыгея, чтобы отдать дань памяти землякам, которые защищали мирных жителей не только на территории Армавира. Следующим большим мероприятием это будет проведение митинга памяти в поселке Новопрохладном, который находится в республике Адыгея, где армавирский полк партизан погиб, защищая своей жизнью, отдавая свою жизнь за жителей тех, которые проживают на территории данного района. Одним из самых больших мероприятий 9 мая станет парад победителей. В Томске первый бессмертный полк прошел в 2012 году, а год спустя его начали проводить по всей стране. На Кубани колонии потомков с фотографиями воевавших дедов и прадедов присвоили свое название. Данное мероприятие пройдет в городе Армавире 9 мая. Сбор участников мероприятия состоится в 9.30 на пересечении улиц Роза Люксембург и Карла Либныхта, куда каждый житель сможет прийти с портретом своего деда, прадеда, участника Великой Отечественной войны, который, к сожалению, не дожил до этих времен. Сам портрет должен быть размером 30 на 40 сантиметров. Внизу должны быть написаны фамилиями отчества и звания. 7 мая состоится долгожданное открытие реконструированного памятника мирным жителям, погибшим во время оккупации 1942-43 годов. За это время в противотанковом рве в хуторе Красная Поляна были расстреляны и замучены 6 680 мирных жителей. Главой города, меценатами города, администрацией Новокубанского района предприняты большие усилия и реконструирован полностью памятник. Он приобрел достаточно красивый и эффектный вид, который теперь видно не только тем, кто приехал на памятник, но тем, кто едет по территории из города Армавира в Новокубанск. Сделана прекрасная дорога и, я думаю, честью и достоинством каждого жителя является посетить данное мероприятие, которое состоится 7 мая. 9 мая традиционно самый масштабный праздник для нашей страны. Отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне и поблагодарить живых ветеранов выйдут тысячи армавирцев. Инна Лепеткина, Сергей Шульц, служба информации телеканала РНТВ, Армавир. К другим темам. Непотушенная сигарета чуть не стала причиной серьезного пожара в центре Армавира. Возгорание произошло около 14 часов 23 апреля на балконе многоэтажного дома по улице Кирова, 51. О задымлении сообщили соседи. Огнеборцы приехали быстро, тем не менее, жители опасаются сгореть заживо. Почему? Узнала наша съемочная группа. Конечно, испугаюсь. Я просто сразу растерялся, зачем мне делать. То ли детей спасать. Жильцы дома обсуждают ЧП, которое чуть не стало трагическим для трехэтажки, расположенной в самом центре Армавира. Квартира Любови Тимофеевой находится как раз под очагом пожара. О том, что в их доме горит балкон, женщина узнала от огнеборцев. Спасателей она увидела в своем окне. Я это увидела, потому что лестница вдоль моего окна и течет пена по моему окну. Я же открываю окно и говорю, я не поняла, мы что, горим? Он говорит, да, горите. Очень испугались, сильно испугались. Мы не знали, кого спасать. То ли детей, у меня полная комната детей, малыши и маленькая годовалая девочка, вот шестилетняя, мама их, инвалид первой группы. ЧП произошло на третьем этаже. Последствий практически не видно и все благодаря оперативной работе пожарных. Огонь не успел распространиться больше, чем на один квадратный метр. Уже известна причина случившегося. Это непотушенная сигарета. Окурок попал в мешок со скорлупой от орехов. Сейчас все обошлось, говорят жильцы дома. Тем не менее, они опасаются сгореть заживо. Балкон на втором этаже полностью захламлен и его хозяин отказывается наводить порядок. Пусть, сколько здесь живет, столько и боремся, чтобы он убрал мусор с балкона в комнате у него. Такой же хлам. Невозможно это самое. Ну все соседи, мы живем как на пороховой бочке здесь. В любой момент, не дай бог, окурок какой, что-то, искра, и все загорится. Да ничего не говорит, что, господи, это, говорит, все это... Это мое личное дело. Это мое личное дело. Говорит, что хочу, то и делаю. Говорит, это не ваше дело. Он, видите, что окна у него все поза, это самое все поза. Пожар на этом балконе случался уже дважды. И у жителей никак не получается повлиять на соседа. Хозяева квартир дома в центре города опасаются за свои жизни и имущества. Ирина Рухлядко, Евгений Холманских, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир. 23 апреля на центральной площади города состоялся массовый флешмоб «Армавир. Победа. Спасибо». Приуроченный к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие школьники, студенты учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования, а также армавирские БТРЗ и молодежный отдел «Кубанинерго». Всего было задействовано более 2000 человек. Неравнодушные горожане выстроились в форме трех слов «Армавир. Победа. Спасибо». Акция стала одной из самых массовых за последнее время. В Армавире прошла презентация книги историка и исследователя Сергея Ктиторова. Новое издание представляет собой монографию под названием «Этнические сообщества предкавказского города. Проблемы адаптации и идентичности». Уникальный опыт проживания на одной территории разных народов будет интересен далеко за пределами Кубани. В таких случаях обычно звучат фанфары, но звуки инструментального оркестра также подчеркивают торжественное событие. Скрупулезный научный труд закончен. Мир увидел новую книгу. Это монография «Этнические сообщества предкавказского города. Проблемы адаптации и идентичности» «Весомое название соответствует длительной исследовательской работе, которую провел автор-кандидат исторических наук, декан исторического факультета АГПА Сергей Николаевич Ктиторов. За свою научную деятельность он выпустил три книги и написал более двухсот работ. В новом издании он рассказывает о тех народах, которые в досоветский период жили на территории Армавира. Каждый народ внес свой поистине неоценимый вклад в развитие местной жизни. Каждый занимал свое незаменимое место в культуре, в хозяйстве. Народы, которые издавна проживали в Армавире, дают нам повести небесценный опыт того, как лазить друг к другу, как совместно решать общие задачи и проблемы. В книге 376 страниц и более 160 фотографий дореволюционного Армавира, а также ценные приложения. Пять глав, каждая из которых раскрывает малоизвестные сведения из истории нашего города, где в разное время переплелись судьбы многих народов – чехи, болгары, ассирийцы, немцы, русские, армяне, дагестанцы и даже выходцы из Северной Америки. Все они привносили свой уклад, свою культуру, делились опытом, перенимали друг у друга лучшее и со временем явили миру полиэтническую палитру жизни, не омраченная межнациональными войнами и конфликтами. Этот опыт Армавира может быть более важен для России, где эти конфликты все-таки сейчас, в последние годы, имеются. И может быть даже для мира, где, допустим, кризис политики мультикультуризма испытывает Франция, Германия, страны Северной Европы. А у нас на протяжении многих десятилетий, бок о бок, жили представители разных национальностей. Просто наука – это такая хитрая вещь, что если не знать историю, можно хорошо вляпаться и наступить на грабли в очередной раз. Вот поэтому он напоминает, во-первых, он действительно очень много документов представляет, и он показывает реальную картину, как можно добиваться каких-то положительных результатов, вот даже в сложной межэтнической какой-то вот обстановке. Сергей Николаевич в своих исследованиях опирается только на факты и подлинные документы, которые по крупицам нашел в архивах. Воссоздать картину дореволюционного Армавира помогут качественные иллюстрации, собранные автором по частным коллекциям. Книга будет интересна широкому кругу читателей. Тираж ограничен, познакомиться с изданием можно в Центральной городской библиотеке, Краеведческом музее и архиве города. По вопросам приобретения необходимо связаться с автором. Нарисуюровская Евгений Халманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Новые тимуровцы продолжают помогать армавирским пенсионерам, любому пожилому человеку, который оставил заявку, ребята вскопают грядки, уберут в доме, во дворе и даже приготовят обед. Продолжит тему Инна Лепеткина. Уже в марте первые три бригады новых тимуровцев пололи грядки, рубили деревья и убирали дворы одиноких пожилых людей. В апреле интерес подростков стал настолько высоким, что количество смен пришлось увеличить до пяти. С начала сезона они помогли по дому 80 армавирским пенсионерам и ветеранам. В преддверии 70-летия Победы отдел по делам молодежи совместно с Центром занятости и Советом ветеранов организовал акцию «Новые тимуровцы». Ребята помогают ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибшим, Великой Отечественной войне и локальных войнах, одиноким пожилым людям, инвалидам, пенсионерам. Ребята могут выполнять различные работы, помочь убрать придворовую территорию, навести порядок в доме, сходить в магазин, приготовить покушать. Эта бригада завершила двухнедельную смену походом к Петру Шаповалову. 3 декабря 1944 года 17-летний будущий сапер ушел на Белорусский фронт, где помогал делать минные проходы для наступления советских солдат и обезвреживал снаряды противников. Победу Петр Устинович встретил уже в Белоруссии. Мне даже приятно, как ветерану войны, как старику, это практиковать надо постоянно. Мы в душе ощущаем эту заботу и внимание. Большое спасибо всем. Большое спасибо. Я желаю всем подросткам все, чтобы у них, что хотели, сбылось, чтобы они не видели той войны, которую мы видели, чтобы над ними всегда было постоянно чистое небо. Ребята из разных школ и средних учебных заведений Армавира помогли Петру Устиновичу вскопать огород и убрать разросшиеся сорняки и вынести мусор. На прополотых грядках девчата тут же посадили семена цветов, которые украсят двор ветерана. Самое важное в этой работе – это то, что сближает поколение. То поколение, поколение победителей и нынешнюю молодежь. Вот это, наверное, самое главное в такой неформальной обстановке, ни в классной, ни в студенческой аудитории. А вот здесь, на этом поле, где дедушка несколько слов обронил, а я был сапером, уже по-другому на него дети взглянули. Впереди у новых тимуровцев последний месяц весны и целое лето, чтобы успеть отработать по всем заявкам. За минувший год движение объединило более 400 подростков. Всем, кто хочет подзаработать или получить помощь, следует обратиться в комплексный центр по телефону 57419. Инна Лепеткина, Сергей Шуль, служба информации и телеканал РНТВ, Армавир. 24 апреля в Москве в режиме видеоконференции прошло совместное совещание, посвященное сотрудничеству авторадио и госавтоинспекции. В ходе совещания обсудили аспекты совместной работы по формированию культуры, поведения на дорогах, проекты и рекламные кампании, проведение третьей глобальной недели безопасности дорожного движения. В Армавире участники видеоконференции собрались в кабинете командира роты ДПС Александра Гайворонского. С информацией о совместных планах Первого автомобильного и госавтоинспекции знакомились также руководитель отдела ГИБДД Олег Смыкало, инспекторы по пропаганде безопасности движения Елена Горелова и Дмитрий Лащенко и главный редактор авторадио «Армавир» Марина Белова. Известный российский тележурналист и медиатренер Василий Карельский приехал в Армавир. В настоящее время он возглавляет отдел по связям с государственными и общественными организациями корпорации «Росатом». При этом в течение 10 лет Карельский работал на телеканалах «Россия» и первым был шеф-редактором таких специальных проектов, как «Пусть говорят», «Модный приговор», «Давай поженимся» и других. Студенты с Кибиита получили уникальную возможность стать участниками встречи с интересным человеком и узнать секреты лидера «Новой России». Судьба нам подарила такой шанс сегодня провести замечательную встречу творческую. Познакомились с Василием Николаевичем. Он сам расскажет о всех своих многогранных талантах, способностях. Северокавказский институт бизнеса инженерных и информационных технологий – это вуз, который готовит высококлассных специалистов, при этом заботится о личностном развитии своих студентов. За год в Скибиите проходят десятки мастер-классов и тренингов от известных людей в области бизнеса и развития деловых качеств. 23 апреля о том, как стать лидером «Новой России» со студентами говорил известный тележурналист, ныне начальник одного из отделов в госкорпорации «Росатом» Василий Карельский. На сегодняшний день тема лидера современной России крайне актуальна. Особенно для вузов, которые готовят предпринимателей, которые готовят экономистов. Это те востребованные специальности, без которых завтрашнее счастливое будущее России невозможно. Для меня очень важно, что здесь хотят подготовить настоящих специалистов, профессионалов своего дела. И, конечно же, Ирина Евгеньевна, которая тащит на себе огромный объем работ, который, кстати говоря, остается за кадром чаще всего, то, конечно, это дорогого стоит. Я считаю, что вузу очень повезло с такими руководителями. Василий Карельский в Армавире впервые и в Скиби приехал не случайно. Об активной работе учебного заведения, в подготовке высококлассных, молодых специалистов, ориентированных на успех и победы во всем, знают далеко за пределами Кубани. Марина Галюченко, журналист международной категории, руководитель Департамента общественных связей по борьбе с коррупцией, однажды побывав в вузе на конференции, была приятно удивлена тому, что в ее родном городе есть институт, который процесс обучения студентов вывел на новый уровень. Институт очень необычный. Необычный своим обучением, своей образовательной системой, потому что по первому образованию я педагог. И мне стало это любопытно, поэтому я пригласила своего коллегу, для того, чтобы он увидел, какая жизнь у нас идет в Краснодарском крае, что, в общем-то, таланты не только в Москве, в Питере и в каких-то крупных городах, но и такие маленькие города, особенно когда это родной город, и, конечно, это поражает, потрясает, и хочется это транслировать, в общем-то, не только на всю Россию, но и на Европу, и дальше, и дальше. Василий Карельский поделился со студентами ВУЗа секретами успеха. Молодые люди, которые хотят добиваться высоких результатов, должны быть готовы много работать и помнить о конкуренции. Это важно и в профессиональной деятельности, и в личной жизни. Еще одна особенность нашего молодого лидера современной России – это в том, что нужно ставить очень большие цели. Не надо ставить цель заработать один миллион. Нужно ставить цель заработать, войти в Форбс, понимаете? И тогда вы этот миллион-то заработаете через 2-3 года, потому что у вас цель-то другая, выше, везде конкуренция. Если вы хотите состояться, если вы очень хотите состояться, вы должны много работать. В течение 10 лет Карельский работал на телеканалах «Россия» и первым был шеф-редактором таких специальных проектов, как «Пусть говорят», «Модный приговор», «Давай поженимся» и других. По его словам, современный лидер должен знать тонкости интервизионного процесса. Участниками мастер-класса стали главный редактор и сотрудники канала «РЕН-ТВ Армавир». Для студентов встреча с Карельским стала очередным доказательством того, что у каждого должны быть высокие цели и стремление к успеху. Алена Барменова в «Скибите» учится основам пиар-технологий. Подобные мастер-классы старается не пропускать. С этой встречи я поняла, что главное не останавливаться ни перед чем, ставить себе как можно больше целей, добиваться их. Образование качественное тоже играет очень большую роль в развитии своей карьеры. Я очень горжусь тем, что обучаюсь в Северокавказском институте бизнеса инженерных и информационных технологий. Я уверена, что «Скибит» даст мне множество возможностей, чтобы развиваться в дальнейшем. На творческой встрече особо отметили активную работу ректора ВУЗа. Василий Карельский вручил Ирине Оксаевой медаль чести второй степени. Данную награду учредила Общественная комиссия по борьбе с коррупцией. Ирина Рухлядка, Артур Каджанян, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир. Хорошая новость для жителей Армавира. Магазины «Гранд Персона» и «Карлот» отмечают 10-летний юбилей. В честь дня рождения с 29 апреля по 3 мая покупатели смогут получить в подарок скидки 30, 50 или 70 процентов, а также дисконтные карты, угощения и шампанское. Уже в продаже и летняя коллекция «Армавир», улица Мира, 53. Продолжит выпуск новостей и прогноз погоды. С ним вас познакомит Марина Белова. Здравствуйте! Партнер этого выпуска прогноза погоды – магазин «Гектар». Все для сада, огорода, для животных и для дома. Ефремова 270, телефон 52825. Предстоящие выходные ожидаются солнечными. В субботу столбик термометра поднимется до плюс 17, в воскресенье – до 20 градусов. Ночь с 25 на 26 будет довольно холодной – всего 3,5 градусов выше нуля, а следующая значительно теплее – плюс 9,11. Ветер завтра ожидается западный – 5,7 метров в секунду, в воскресенье – восточный – 2,5 метров. Атмосферное давление – 747-750 миллиметров ртутного столба. 25 апреля в мире отмечается День ветврача и астрономии, а 26 – Всемирный день интеллектуальной собственности и породненных городов. Кроме того, в воскресенье пройдут митинги, в ходе которых вспомнят имена ликвидаторов и жертв радиационных аварий и катастроф. О погоде и календарных датах у меня все. Ирина? Спасибо, Марина. Информация о погоде завершила выпуск новостей. Познакомиться с ними вы можете на сайте в интернете ravita.info, на волнах авторадио «Армавир» и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. С вами была Ирина Рухлядко. Всего доброго и смотрите телеканал РЕН-ТВ.